Валерий Игорь Негода Возраст 23 года, 66,3 килограмма Три победы и только одно поражение Стиль Цюдо и из нас ранее Рекушателя Хамса Тау-Ги Дорогие друзья, сейчас великолепный поединок нас ждет С вами под номером 6 ACB 30, Young Eagles 5 Это Валерий Грицутин против Хамзата Далгиева Валерий Грицутин, три победы, одно поражение У этого парня, 65 килограммов 800 граммов Весовой дивизион, 175 сантиметров Его рост, 21 год Этому бойцу, его базовый вид, смешанное единоборство Председатель клуба АКА Таиланд И Афанасов клуб Кисловодск, Россия Хамзат Далгиев, три победы, одно поражение Этот же весовой дивизион, 182 сантиметра Его рост, 23 года Рост Валерия Грицутина, напомню, левша В сторонней стойке он проводит поединок И также Хамзата Далгиева, базовый вид дзюдо Клуб Беркут, Назрань, Ингушетия, Россия Такой сразу лоу-кик в исполнении Грицутина Видно, работа в Таиланде Он проходил там сборы, да, скажу для зрителей Не прошла даром Очень такой поджарый, подсушенный Двигается уверенно Максим, очень интересно то, что Хамзат Далгиев, да, вот единственное поражение У него от Али Багова От известного российского грэпплера Человек, который претендует на самые высокие места В этой же организации Грицутин также в Грозном уже выступал На двух турнирах Грозной битвы 1-1 его рекорд В общем, очень интересная пара Пожалуй, самая, наверное, такая ровная Из всех, которые были Да, вы знаете Его одно поражение в Грозном, которое он получил Вы помните этот бой? Да, да, от Аптиби Марзаева Аптиби Марзаева Представителя бойцовского клуба Ахмат И как бой проходил вот в тот момент? Аптиби очень известный В определенных кругах Ударник Не знаю, Максим, слышали вы о нем или нет Работает такой добротно Хорошей манере Ох, точно Жестко попал Как раз сейчас Грицутин Левый В разрез В коридоре ударил Знаете, узко и точно Великолепно был Несен, прям тут же болтанул По-моему, после этого удара Как раз своего оппонента И, вы знаете Завис так Спортсмен из клуба Беркут Да, вот Лоу Ну, в том бою С Апти, также с ударником Шла более работа в стойке Но Апти оказался более высококлассным Но бой в целом был равный Раздельное решение судей Здесь, что мы можем сказать Почему-то вот Хамзат Снова мы видим То, что не использует свою базу Да, пытается О, в разрезе еще один в ответе Точнее В ответной форме Левый В догонку Жесткий был удар Вы знаете Рухнул После этого удара Хамзат Долгиев Наносил Но отдать ему должен Посмотрите, как он быстро Вернулся в бой И контрил Уже Сейчас Сейчас не просто контрит А уже в атакующей фазе Пребывает Да, вот готовил треугольник Да, Грицутин Валерий Грицутин Не прошел Хамзат, да Прям на ходу Пришел в себя И осуществил тейкдаун Сейчас потихоньку Наверное Пытается Прийти в себя Отлежаться где-то Очень жестко работает Валерий Грицутин Повторюсь, что Видимо Работа в Таиланде С местными тайбоксерами Которые славятся на весь мир Она не прошла даром Тем более В таком клубе Как Эккей Как правильно называется Да, Эккей Она American Kickboxing Academy Да Действительно Американская Кикбоксерская академия В ней Мы знаем Тренируется Очень много Известных Российских бойцов В АК В Америке Который клуб Базовый Изначальный Первый клуб Только могу перечислить Хабиба Нурмагомедова Из Ислама Махачева Абубакара Нурмагомедова Руслан Магомедов Руслан Магомедов Дубарату Богов Сейчас там Руслан Магомедов Как раз Представитель Ченского клуба Ахмат Вот трое Перечисленных мной Это Представители клуба Old School Абдулманапа Нурмагомедова Нашего Великолепного тренера Заслуженный тренера Страны По Боевому самбо Человек Который воспитал Более 20 Чемпионов Мира По боевому самбо Насколько же Жесткий Валерий Грицутин Даже со спины Ощущается Насколько тяжело Его контролировать Хамзату Далгиеву Очень импонирует Мне этот боец Потому что Обладает Немоверным характером Он Но сейчас Вынужден находиться На спине И работать С этого положения Пока ничего Такого опасного Не предлагает Ему соперник Ну да И на самом деле Грицутин Знаете В социальных сетях Он как Braveheart Везде Проходит А это Храброе сердце То ли ему хочется Себя Таковым чувствовать То ли его Таким образом Наименовали Однажды И Вот Такой Ник Прицепился К нему Любопытно Я думаю Что Все таки Здесь Больше степени Его Наверное Качество Храброго сердца Они действительно Ну прослеживаются Как минимум Этот парень Уж точно Не из робкого десятка Да Это Это очевидно Максим Потому что Он не раз О Вот переход Посмотрите На полевой На ногу Да Соскользнула нога Не получилось У Хамзата Возвращаются Бойцы в стойку Да На самом деле Грицутин Такой уважительный парень Он всех благодарит Которому Помогали Готовиться К этому Поединку Из Сибии Под номером 30 В Грозном В Чечне И Вы знаете Он Благодарит Не только Клуб АК Таиланда Он Благодарит В том числе Команду Афанасов И Конкретно Там Достойных людей Которые участвовали В его подготовке Он чувствует себя Отлично Перед поединком Этим Ну и мы видим Сейчас по ходу Первого раунда Который закончен Что он действительно Великая Это себя ощущает И Очень ждал он Этого боя На самом деле И Особенно ему Конечно же Радостно Принимать участие Вообще В Лиге Сибии Потому что он Чувствует Максимально Серьезный потенциал Этой лиги Давайте честно Признаемся Что Эй Сибии Сейчас набирает Очень серьезные обороты Впереди нас ждет Два больших ивента Это в марте месяце Оба ивента Один Одно событие Пройдет в Грозном Легендарном калюзе 9 марта И другое событие 26 марта Мы помним Город Москва Крылатская Я так понимаю Динамо Вероятнее всего Будет арена И будет потрясающий карт Напомню Великолепные бои Как и в Грозном Так и в Москве Особенно я жду Две пары В московском событии Сибии Под номером 32 Будет конечно Крутое противостояние Бойцов Магомеда Тигра Магомедова Против Олега Домкрата Борисова Это наверное бой Из серии Бой мечты В России Продолжая Вчерашнюю серию Василевский Шлеменко Мурат Мачаев Сарнацкий Вот это наверное Пожалуй третий бой Да и еще Я вам скажу Еще один бой мечты Это Абдул Азиз Абдул Вахабов Против Эдуарда Вартаняна Да Львиное сердце Вартанян Невероятные вот эти Два поединка Которые я особенно жду Я думаю что Все любители Смешанных единоборств И в целом Единоборств в нашей стране Будут с огромным Нетерпением Ждать Этого большого События Бойцовского события В нашей стране Который пройдет 26 марта Напомню дорогие друзья Город Москва Динамо Крылатская ACB под номером 32 нас ждет Да вот Возвращаясь к поединку Валерий Грицутин Поджимает своего соперника Видимо почувствовал он Что может Да Может Навязать свою манеру боя Хамзат Отходит Отходит Работает вторым номером Но почему-то не пытается Снова возвращаясь к этой теме Навязывать свою манеру Вот мы знаем Что Хамзат Базовый дзюдоист Борется неплохо И со стойки бросает Но пока Хамзат Не Может Реализовать свой потенциал Да вы знаете Еще помимо всего Асланбек Хочется дополнить Что Грицутин Не просто чувствует Что он может Навязать свою манеру Но еще и попасть Ударом с левой руки Потому что Напомню В первом раунде Было два тяжелых удара С левой И один раз Вот здесь смотрите Длинный атака Из трех ударов И один из них Точно в цель прилетает И вот сейчас Еще раз туда же В дополнении Также за ним Еще один удар Точный С левой руки Левая рука Конечно страшная у него На самом деле Да Нужно отметить Что он работает В правосторонней стойке Да Я с самого начала Это сказал Что тоже Доставляет Определенные неудобности Сопернику Кстати Максим Вот как вы сейчас Посоветовали бы Работать Хамзату Вот ему нужно Заходить Как я знаю Ну конечно Вот сейчас Он на самом деле Правильно это делает Он заходит За Как раз За правую руку Против левши Работает Он правильно это делает Но он не атакует справа Он не атакует справа А Сейчас была такая Вялая попытка Провалился Он должен атаковать С любой правой конечности Как с ноги Так с колена Так и с правой руки Он этого не делает И он отдает пространство Если он отдал пространство левше Если он отдал пространство левше У него уже Потенциал снижается Максимально Чтобы выиграть этот бой Потому что левшей нельзя отдавать пространство Он должен сам навязывать количеством ударов Если мы говорим о фазе боя в стойке То он должен, конечно, очень много делать Либо осуществлять через ударку Проход и тейкдаун Вот сейчас он как будто услышал нас Да, но попадает в гильотину Насколько это опасное положение отсюда Мы, к сожалению, увидеть не можем А здесь уже опять уровень знаний в защите Вот я знаю, что даже очень сложные Такие гильотины Ребята очень грамотно защищаются Которые гибкие, пластичные И при этом очень хорошо любят грэплинг Так скажем, очень хорошо любят Он встает на ноги, но, по-моему, готов постучать Близок, близок, близок Может дотянуть его Но Хамзат очень пластичный Напомню, с самого начала я этот момент отметил Да, все правильно делает, встал на ноги При этом показывает, что все с ним в порядке Это то самое чувство Чувство бойца, чувство соперника Чувство себя Владение собственным телом Оно очень является важным Вообще в любом единоборстве В ММА В смешанных единоборствах в частности Так же важно Да, насколько же сейчас Валерий тратит свою энергию Да, вот Насколько же он вложился в этот удушающий И если он не пройдет Конечно же будут большие проблемы Ну, возможно, уверен в себе в своей выносливости Валерий Но не отпускает Цепился, не отпускает захват Гильотина Удушающий Советует бить Хамзату Бить, бить, не останавливаться Ну и странным кажется Действие Грицутина Потому что Но если не получается уже В этом случае удушающий Зачем ты его тянешь дальше Ты попробуй Какой-то другой прием осуществить Либо переход Сделай в какое-то Другое действие Для того, чтобы активность была за тобой А потому что в этом положении Пытаться дотянуть Когда уже он Его оппонент Всецело показал Что он не отдаст себя А ты тратишь силы И я думаю, что Это здесь Неграмотно Да, отдает Видно, что Валерий По такой гримасе Поддерживает Томбрата Далгиева В Колизее Конечно, не просто Приходится представителю Ингушетии Но он терпит Пока терпит И здесь выходит он Из той самой гильотины Которой, как мы Со Сламбеком Ну предрекли Что он не дотянет Эту гильотину Уж точно И так и получилось Да, характер, конечно Хамзат проявил Вот, кстати, Максим Углу Хамзата Знаменитый боец ММА Российский Мухаммед Аушев Который встречался С тем же Рамазаном Эмеевым С Давидом Хачатрианом И более того Побеждал их Потрясающе Очень известный В прошлом Боец Который признался Что официально Не завершал карьеру Возможно вернется Я думаю Его советы Сейчас Хамзату Помогут Это здорово А где он Держал победу Над Эмеевым? Надо посмотреть По Шердогу Но вот буквально Накануне Я пересматривал Этот бой Насколько я знаю Над Хачатрианом И вроде на ProFC Потому что большинство Поединков Да, над Давидом Хачатрианом Точно на ProFC Потому что там Он как раз уступил Ему я даже вспомнил Этот бой А вот Над Эмеевым тоже Да, на ProFC Это был? Вот вроде да Но Эмеев тогда Начинал свой путь Конечно, это был не тот Эмеев, которого мы знаем Сегодня Да, Эмеев растет Как и любой Боец Который, как мы говорили С вами Асламбек Хочет совершенствоваться И хочет становиться чемпионом Да, здесь У нас Ауша выступает В качестве секунданта Очень переживает За своего бойца Дорогие друзья Напомню вам, что Трансляция Сегодняшняя Вживую Проходит в прямом эфире Сразу на двух Телеканалах Это матч боец И канал ЧГТРК Грозный ACB под номером 30 В Грозном Правый хайгик Young Eagles Под номером 5 Правый хайгик Точный Сейчас мы видели От Долгиева Вот та работа Максима Которую вы говорили Вот справа Постоянно Ногами Руками Да, почему-то Он не работает справа Он не бьет Сейчас Как только правый удар Был нанесен с ноги Хайгик Он был практически точен Фронт кик Он должен работать справа Он заходит великолепно Заходит за руку За ногу заходит Именно ту самую Переднюю руку И ногу Для левши Он очень верно Работает здесь Пространственно Но при этом Не работает справа Он должен бить И с правой ноги И с правой руки И с правой колени Сдваивать удар Остраивать Бить может быть Длинные атаки Справа начинать Правым ударом Опять же заканчивать Почему-то К сожалению В течение всего боя Мы это практически Не видим с его стороны Как только он Подобным образом действует Он действует результативно Да, сейчас Неудачная попытка Прохода в ноги Остался там Чуть не Говоря бойцовским слэгом Чуть не выхватил Да, колено в партере Но Возвращаются в стойку Бойцы Видно Уже и силы Не те у Долгиева И физически Грицутин Очень хорошо защищается От проходов Конечно Вот По первым Думраундам Конечно Я не возьмусь Судить Вот правый Обмен был На самом деле Правый попадает Первый Долгиев И тут же пропускает Слевый В ответ А вот здесь Ты смотри Как здорово защищается Грицутин Не дает возможности Отсуществить Тейкдаун по себе Хотя вроде бы Все сделал для этого Чтобы есть Этот тейкдаун За Хамзатом Долгиевым Да, в этот раз уже Грицутин Не рискует Брать шею Видимо ситуация Не предрасполагала К этому Ну и на самом деле Стал 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 Менее Маневренным Вы заметили Этот момент Он перестал Быть Активным Он перестал Бить Много ударов Наносить Он где-то Чуть Перестоял Он проходил Больше степени За Долгиевым Не было Активных действий С его стороны В стойке Да, видимо Вот действительно Вложился в тот прием Валерий Грицутин Функционально Чуть подсдал И это сразу же Сказалось на рисунке боя Хамзат И Долгиев конечно Умница вообще Просто умница Перестраивается По ходу боя И в пользу себя Перестраивается Да Парень обладает Неимоверным характером Вот на данный момент Он переломил Да, ход этой встречи Так сказать Противостояние этого Но Таких Акцентированных ударов Такого четкого добивания Пока Валерий Грицутин Не позволяет Своему сопернику Себе нанести Прижимается Защищается Готов вернуться В стойку Насколько Мы можем наблюдать Да, здесь Требует как раз Вячеслав Активность Активность стороны В большей степени Наверное Двух бойцов Но прежде всего Атакующего Конечно же Потому что Снизу Которая лежит Грицутин Валерий Вот попытка Кимура От Валерия Видно Да, что Над грэплингом Поработал Грицутин Но Не удается ему Да, скрутить Так сказать Согнуть руку Подогнуть Такая сложная попытка 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 совсем На стартовой стадии Так скажем Он даже Не взял второй рукой Естественно Предплечье И локтевой сустав Для того Чтобы Довести этот прием До логического завершения А вот снова Обратите внимание Максим Как блокирует Своей правой рукой Левую Долгиева И вот Постепенно Колено Колено Назад Ворачивает Готовит Треугольник Удушающий прием Видно Видно Что готовит Хамзат Чувствует Эти моменты Так как Является Базовым Дзюдоистом Борцом Вы кстати С Хамзатом Работали В парах По линии борьбы Хамзат Он тренируется В Ингушетии Вот посмотрите Все таки О Соскользнул Рядом Рядом Готовит Треугольник Этот О Армбар Армбар Посмотрите Взял руку И рычаг Получится Болевой прием На Локтевой сустав Максим Не Да Мы Как раз Не видели Все таки Насколько Он был взят Качественно Для того Чтобы Разорвать Все таки Локтевой сустав И Осуществить Тот самый Болевой прием Долгожданный Для Грицутина Но все таки Таз не был На мой взгляд Прижат Насколько это надо Да Поэтому Была свобода Действия Стороны Как раз Как раз Хамзата Долгиева И возможность Уже маневрировать Но тем не менее Валерий Грицутин Может потом сказать Что гонг Спас соперника Имеет на это Полное право Если при желании Ну да Потому что Он до последнего Не отпускал Все таки Однозначно Он права Подобного Имеет После поединка Сказать что-то Такое Потому что Все таки Он не отпустил руку Он держал его До последнего И Хотя Контроль Конечно Полноценный Я с вами Соглашусь Однозначно Валерий Грицутин Бой действительно Потрясающий Мы с вами увидели Как и Чуть-чуть так Предугадывали Предсказывали Великолепный поединок Очень ровная пара Я бы сказал Да И оба Так по послужному списку 3-1 Шли эти бойцы И вот сейчас Очень интересно Вот так вот Танзат Далгиев Единогласно Все трое Судьи Предсказательского Курса Отдают победу Как раз Канзату Далгиеву Предсказатель клуба Беркут Назранен Гушетти Россия Базовый вид Его Дзюдо Канзат Чуть-чуть Больше заслужил По второму И третьему раунду Особенно Первый раунд Конечно Был За Грицутин Да Сейчас послушаем Слова Хамзату Да Очень правильные Слова со стороны Хамзата Далгиева Вот на самом деле Поблагодарил всех Нужных людей Мама это святое Мы знаем